Здравствуйте дорогие друзья! 6 июня прошла презентация в рамках конференции WWDC 2022 для разработчиков. В этом кратком, но информативном видео, без упущения важных деталей, я расскажу о всех нововведениях операционных систем, представленных технологиях и железных новинок. Устраивайтесь поудобнее. Тим Кук впервые анонсировал онлайн-сессии с разработчиками и инженерами Apple. Также Apple активно открывает академии разработчиков и впервые запустилась школа разработчиков в Саудовской Аравии для женщин. Всего компания насчитала 32 миллиона разработчиков по всему миру. Начнем с iOS 16. Экран блокировки получил самый крупный апдейт за всю историю операционки. По долгому тапу появились настройки персонализации, как в Apple Watch. Нажав кнопку кастомизировать, свайпами меняются стили, в которых настраиваются шрифты, фоновое изображение и фильтры, применяемые к нему. Тапа по элементу вы переходите в меню детальной настройки, где можно поменять шрифт и цвет. На экран блокировки теперь можно добавлять виджеты или группу виджетов из соответствующей галереи, например температуру, активность и календарь. Добавили отдельную библиотеку с обоими для экрана блокировки. Можно создавать шаблоны экрана блокировки и быстро между ними переключаться. Будут и заранее заготовленные экраны блокировки, например погода с крутой анимацией или астрономическая тема. Разработчики получат специальный кит для добавления виджетов в своих программ. Все уведомления с экрана блокировки теперь сворачиваются вниз. Виджеты Live Activities позволяют в режиме реального времени отображать счет в матчах, прогресс перемещения такси или активность. Эта же фишка замастит виджет приложения музыки на весь экран. Персонализированные стили экрана блокировки теперь можно будет задавать при настройке режима фокусирования. Сменили режим на рабочий, отобразились виджеты с календарем и задачами. Но эта фишка работает и наоборот. Выбирая стиль экрана блокировки вы можете переключать режимы фокусирования. Focus Filters позволяет фильтровать просматриваемый контент. Включив новую опцию в Safari она автоматически отсеет вкладки из-за которых вы прокрастинируете. Также это работает в сообщениях, почте и календаре. Разработчики получат API этой функции. Так вы станете продуктивнее. Приложение iMessage получило три ключевые фиши. Редактирование отправленных сообщений, можно удалять только что отправленные сообщения и помещать сообщение как непрочитанное. Разработчики получат API прошлогодней функции SharedWithYou. Используя функцию SharePlay теперь вы можете быстро переместиться в поддерживаемое приложение. Функция начала работать в iMessage. Например вы можете смотреть фильм и одновременно обсуждать его в сообщениях. Диктовка теперь работает одновременно и с голосом и с касаниями. А еще она научилась автоматически расставлять знаки препинания и выбирать эмоджи. Функция LiveText позволяющая распознавать текст в изображении теперь работает и с видео. Вы можете поставить ролик на паузу и например скопировать строки кода или например быстро перевести выбранный блок информации на другой язык. Разработчики получат API этой функции. Скоро она начнет работать в видео хостинге Vimeo. Тапнув по объекту в изображение вы можете быстро его вырезать, отделив фон и отправить в iMessage. Apple добавила возможность шаринга электронных ключей в приложение Wallet. А благодаря стандарту EETF получателем ключа может быть и не владелец iPhone и все будет работать. Появилась поддержка цифровых ключей в большом количестве компаний. Apple Pay получит функцию Tap to Pay в США, благодаря которой можно использовать iPhone в качестве платежного терминала без дополнительно приобретаемого железа. Функция будет работать со следующими провайдерами. В Apple Pay добавили новый тип платежей Apple Pay Later, которая позволяет разделить платеж на 4 равные части. Их можно будет оплатить в течение 6 недель без дополнительных процентов. Работает функция в приложениях и в онлайне. Order Tracking позволяет отслеживать перемещение заказов прямо из виджета на экране блокировки и в приложении Wallet. Разработчики торговых площадок должны прикрутить эту фичу к своей платформе, например как это сделала Shopify. Обновленные карты Apple Maps начнут работать с 11 новыми странами, например с Францией и Новой Зеландии. Добавили 6 новых высокодетализированных городов, таких как Майами, Чикаго и Сидней. Функция Multistop Routing позволит спланировать до 15 остановок по пути. Добавить новую точку можно голосом прямо во время движения. Transit позволит рассчитать стоимость перемещения по маршруту, а также уведомит когда у вас останется недостаточно средств на балансе транспортной карты. Разработчики смогут добавлять свои объекты прямо на карту, например точное расположение электросамокатов. Что по спорту? Можно будет смотреть результаты матчей онлайн, а также видеть текстовые трансляции. Фиши начнет работать с американским бейсболом. В новостном агрегаторе Apple News добавили новую категорию мой спорт, где можно следить за постами, интервью, материалами, сыгранными матчами любимых команд. Или например посмотреть ключевые моменты. Функция кроссплатформенная, бесплатная и работает в четырех странах. Функция семейный доступ в этом году даст больше удобных инструментов для управления за детьми. Проще добавлять ограничения к приложениям, книгам, шоу и фильмам. Добавили начальный экран при настройке нового устройства. Ребенок может попросить родителя в iMessage разово смягчить ограничения. А чек-лист даст подсказки по настройке ограничений и предложит пересмотреть старый запрет для детей. Приложение фото получило функцию iCloud Shared Photo Library. В облаке создается медиатека, к которой подключаются члены семьи. Далее каждый член семьи сам определяет. Он хочет делиться всеми фотками, выборочными или только те, которые были сделаны в определенную дату. В приложении камера появится опция, после активации которой фотки сразу будут попадать в общую семейную медиатеку. Это супер удобно, например когда вы находитесь в отпуске. А еще можно настроить шеринг фото, которое вы сделали, находясь рядом с другим членом семьи. Приложение фото будет само предлагать изображения, которыми можно поделиться. Поговорили о приватности и защите данных. Новая настройка Safety Check позволяет в несколько кликов запретить доступ к своей геолокации, сбросить приватные настройки во всех приложениях, например быстро выйти из своей учетки iCloud со всех устройств и ограничить доступ к сообщениям и звонкам в своем устройстве. Можно посмотреть какие приложения или люди имеют доступ к вашим приватным данным. Переходим к приложению дом. Оно было полностью переработано. Изменили дизайн с упором на более удобное управление. Комнаты и избранные отображаются на одной большой главной вкладке. Добавлены новые категории такие как климат, освещение, безопасность и т.д. Открыв категорию вы можете посмотреть все аксессуары и их статус. Мультикамерный вид с горизонтальной прокруткой разместили в центре главной страницы. Проработали кнопки видоизменив размер, анимацию и цвета. На экране блокировки можно расположить различные виджеты, связанные с приложением дом. Поработали и над карплей. Наконец-то он займет место не в головном устройстве авто, как второстепенный интерфейс, а в том числе и в приборной панели, где будут отображаться спидометр, выбранная передача, другая важная водительская информация, а также погода, карты и прочая инфа растосованная по виджетам. Есть несколько тем в цифровом и аналоговом исполнении, которые также можно кастомизировать. Apple сколлаборировалась чуть более с десятком крупных автопроизводителей. И все эти крутые фичи заработают позже, в следующем году. То есть по сути нам показали концепт, над которым еще будет вестись длительная работа. AirPods с iOS 16 получат функцию персонализированное пространственное аудио, где будут учитываться особенности геометрии головы. Ее предварительно надо будет отсканировать при помощи датчика TrueDepth в iPhone линейке Pro. Про iPad Pro почему-то ничего не сказали. В iOS 16 на iPhone с iPad переедут быстрые заметки. Операционка станет работать быстрее. Memoji получит больше вариантов кастомизации. Дальше Watch OS 9. Apple добавила 4 новых Watch Face. Астрономический по сути редизайн старого, Lunar с фазами луны, Playtime с анимированными часами, Типографический Metropolitan с динамическими цифрами в зависимости от того как вы покрутили заводную головку, обновили интерфейс Siri, освежили окошки уведомлений, а активные приложения будут закреплены в доки для быстрого доступа. Приложение подкаста обзавелось поиском и функцией прослушать сейчас. Приложение также доступно и для детей через семейный доступ. Разработчики получат API инструментов в функции поделиться и фото. А API Call Kit позволит начать и закончить звонки через интернет в сторонних приложениях, таких как WebEx. Прямо с часов. Бегуны получат три новые метрики. Первая, сколько ваше тело двигается вверх-вниз, положение запястья и движений торса. Это влияет на энергозатраты. Две оставшиеся метрики, длина шага и время контакта с землей. Прокручивая коронку во время тренировки, вы получите доступ к новым метрикам, таким как сегменты, отрезки и возвышения. Наконец-то добавили пульсовые зоны. Теперь вы можете создавать собственные тренировки с различными упражнениями и выбирать количество повторений, а также привязывать пульсовые зоны. Во время тренировки часы будут присылать уведомления о выходе за рамки пульсовых зон. Есть и другие полезные метрики. Эти фичи будут работать не только с бегом, но и с другими видами тренировок. Три атлеты получат новый мультиспортивный вид тренировки, который будет автоматически переключать режимы плавания, велосипеда и бега. Начиная с iOS 16 приложение фитнес будет у всех владельцев iPhone, даже если они не покупали Apple Watch. При помощи сенсоров смартфона можно будет трещить шаги, пройденное расстояние, пролеты и тренировки, чтобы ежедневно закрывать кольца активности. Apple Watch теперь будут отображать фазы сна. Вы сможете посмотреть сколько времени, в какой фазе вы провели и что они означают для вашего здоровья. Приложение здоровья теперь может предупреждать о мерцательной аритмии, которая в дальнейшем может привести к инсульту. В приложении можно следить за показателями, которые напрямую влияют на возникновение этого недуга. Функция будет добавлена позже. Теперь при помощи часов можно контролировать прием медикаментов. Выбирайте лекарства, указывайте время приема и получайте уведомления, а также имейте историю приема всех лекарств, в том числе и на iPhone. Благодаря камере можно сканировать лекарства, чтобы было проще их добавлять. А еще iPhone вас предупредит, если вы начинаете принимать несовместимые друг с другом лекарства. Доступны и подсказки, например если лекарства нельзя принимать с алкоголем. Можно поделиться информацией о здоровье и принимаемыми лекарствами с родственниками, чтобы следить все ли они приняли. Актуально с пожилыми людьми. Apple представила второе поколение чипов серии M, который будет называться M2. Основной упор сделан на максимальную производительность с минимальным энергопотреблением. Apple строит свои чипы на втором поколении 5нм техпроцесса. На кристалле содержится 20 миллиардов транзисторов, что на 25% больше чем в чипе M1. Скорость передачи данных с объединенной памятью выросла до 100 гигабит в секунду, что больше чем на 50% чем в M1. С M2 будут конфигурации с 24 гигабайтами объединенной памяти. В новом чипе как и в прошлом поколении будет 8 процессорных ядер, 4 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных, но при этом производительные ядра будут быстрее, чем в M1 и с большим объемом кэша. M2 стал на 18% производительней, чем M1 в многоядерном режиме и почти в 2 раза быстрее PC процессоров имеющих схожий уровень энергопотребления, но при этом M2 потребляет в пике в 4 раза меньше энергии. Сравнивая с топовым 12 ядерным Core i7 1260p, чип M2 не сильно уступая в производительности, сильно выигрывает в энергоэффективности. В M2 интегрирована новая 10 ядерная графическая часть, более мощная и с большим кэшем. На 25% производительней M1 при схожем энергопотреблении, и на 35% производительней на максимуме. И новый чип просто разрывает интегрированную графику процессора Intel Core i7 1255U, при этом оставаясь энергоэффективнее. Чип получил новое поколение технологий безопасности Secure Enclave и нейронного движка, который стал на 40% производительней, чем в M1. Видеодекодер поддерживает работу с 8K H264 Video. Добавлен движок и для работы с ProRes. Такое решение позволяет воспроизводить одновременно несколько потоков 4K и 8K Video. Первым Mac на новом чипе M2 стал MacBook Air, ведь это самый продаваемый компьютер Apple. Он получил новый дизайн со строгими алюминиевыми гранями. Толщина 11,3 мм и вес чуть больше 1,2 кг. Четыре цвета, серебристый, космический серый, звездный и полуночный. Вернули безопасный коннектор MagSafe. В нашем распоряжении 2 Thunderbolt 3 порта. Миниджек теперь работает с высокоомными наушниками. Ликвид ретинный дисплей увеличен до 13,6 дюймов. Он приобрел челку, а вокруг него уменьшенные рамки. Яркость выросла на 25%. Интегрирована новая фронтальная камера. Разрешение 1080p. Благодаря сопроцессору картинка в условиях плохого освещения будет лучше. Динамики и микрофон расположились под дисплеем. Тройной микрофон даст чистый звук и отсечет шумы. Аудиосистема представлена четырьмя динамиками. Поддерживается функция пространственное звучание. Клавиатура получила полноразмерный дактилоскопический датчик Touch ID. Фильтры и эффекты в фотошопе будут применяться на 20% быстрее, а производительность при редактировании видео Final Cut выросла на 38% по сравнению с Air прошлого поколения. 18 часов автономной работы при воспроизведении видео. Комплектный зарядный адаптер имеет два USB-C порта для зарядки двух устройств одновременно. Air впервые поддерживает быструю зарядку от 67 ваттного адаптера, но он приобретается отдельно. С ним 50% набираются за 30 минут. Второй машиной на М2 стал MacBook Pro. Внешне он не отличается от предыдущего поколения, то есть не получил челку как в Air. Восьмиядерная процессорная часть и десятиядерная графика чипа М2 будут на 39% быстрее при обработке изображений и на 40% мощнее в играх по сравнению с предыдущей 13 дюймовой прошкой. Имеется активная система охлаждения. Появилась поддержка 24 гигабайт объединенной памяти. При работе с кодеком ProRes кодирование будет происходить в 3 раза быстрее. Ноутбук дает 20 часов при воспроизведении видео вдали от розетки. Цены на Air начинаются от 1200 долларов. На Pro от 1300 долларов. Машину можно будет приобрести в следующем месяце. MacBook Air с чипом M1 остается в линейке, но цена снижена. От 1000 долларов. Вся линейка актуальных маков на экране. Что нового в macOS 13, которое получило название Ventura? Функция Stage Manager позволит навести порядок среди многих окон. Активируется из пункта управления. Остается главное окно в центре. Остальные программы перемещаются в миниатюры. Оставая их как бы в боковой панели. Между ними легко переключаться. Приложения можно группировать в центре экрана, тем самым связывая их. Удобно работать и при перемещении файлов. Поиск Spotlight получил возможность быстрого просмотра файлов по нажатию пробела. Spotlight теперь ищет среди фоток медиатеки, в системе и в вебе, а также работает с функцией Live Text. То есть вы можете искать текст среди изображений. Кстати, наконец-то добавлена поддержка русского и украинского языков. Шорткаты можно запускать и с поиском. В поиске можно найти больше информации. Музыка, кино, шоу, бизнес, спорт, да и окно может стать крупнее. Аналогичные функции Spotlight получат iOS и iPadOS. Кнопка поиска в iPhone теперь располагается снизу. В приложении почта вы можете отменить отправку письма. Запланировать отправку позже. Поставить отметку ослежения. Или уведомить об ответе через определенный промежуток времени. Поиск в почте теперь отображает документы, ссылки и прочее. А еще добавили предиктивный ввод. И поиск ищет синонимы. Браузер Safari стал самым быстрым в мире и при этом остался самым энергоэффективным. Все это с заботой о приватности. Добавлены все последние веб-технологии. А еще вы можете поделиться вкладками или группой вкладок в Safari с друзьями, причем они будут динамически обновляться у всех, что удобно при работе. Также вы можете посмотреть на каких вкладках сидят ваши друзья. Можно быстро пригласить их списаться через iMessage или созвониться через FaceTime. Функция PathKeys позволяет создавать пароли для сайтов и сервисов при помощи отпечатка пальца. Вводите логин, прикладывайте палец или лицо и учетка создана. Такие пароли не подвержены фишингу и не могут быть украдены. Работают в связке ключей на Mac, iPhone, iPad и Apple TV. Благодаря взаимодействию с Фидо Альянсом, Google и Microsoft технология PathKeys станет кроссплатформенной. Рассказали и о гейминге. По мнению компании архитектура Apple Silicon идеально под него заточена. Apple продолжает улучшать технологии Metal, показав третью версию. Геймдевы теперь могут использовать новую технологию апскеллинга. Первой игрой с этой технологией станет No Man's Sky. Улучшенная скорость загрузки ресурсов игры. Первым серьезным проектом, который адаптировали под новые технологии стал Resident Evil The Village. Новая функция Continuity Camera позволяет использовать iPhone как вебку. Закрепив iPhone на магнитном крепеже вы можете получить не только лучшее качество изображения чем со встроенной вебки, но и красиво боке и студийный свет. А еще iPhone можно использовать в качестве внешней камеры для того чтобы что-то наглядно показывать и при этом использовать встроенную в макбук вебку. Эти функции будут работать в таких популярных программах как Zoom и Webex. Заказать подставку от Белкин можно будет на официальном сайте позже в этом году. iPadOS получит все те же самые фичи что и iOS 16. Наконец-то добавили приложение Погода с красивой анимацией. Разработчики получат weatherkit. При помощи функции Collaboration через кнопку поделиться вы можете быстро отправить в группе коллег в iMessage приглашение отредактировать презентацию. Через специальную иконку можно быстро списаться или созвониться через FaceTime со всеми участниками коллаборации. Аналогично функция работает и в Safari. Можно посмотреть кто с какими вкладками взаимодействует. API будут отданы разработчикам, чтобы они интегрировали новую функцию в свое ПО. С функцией Collaboration невероятно удобно работать над одним общим документом. Ведь видно кто что редактирует, на чем фокусирует внимание и что помечает в данный момент. В заметки можно добавлять высококачественные фото и видео. Работать будет функция в iOS, iPadOS и macOS. Metal 3 добавили и в iPadOS 16, то есть интегрированные технологии апскейлинга и быстрой загрузки ресурсов. А еще один API позволит закачивать внутриигровой контент в фоне, то есть когда приложение свернуто и загрузка при этом не прекратится. В GameCenter добавили ачивки, благодаря которым с друзьями будет веселее соревноваться и следить за их активностью в игре. Теперь можно приглашать друзей для игры с функцией SharePlay, эдакий локальный твич. Эти функции появятся позже в этом году, в том числе на iOS и macOS. Вместо того чтобы портировать приложение с Mac на iPad, Apple ввела понятие Desktop Class App. Это программа, которая получит расширенные возможности для большого экрана iPad. Такими первыми прокачанными программами станут календарь, контакты и файлы. Остальные программы получат кросс-системные фишки, вроде быстрых действий над файлом в приложении или настройки инструмента в тулбаре. Разработчики получат соответствующие API. Референсный режим позволит использовать Liquid Retina XDR дисплей последнего 12,9 дюймового iPad Pro как инструмент для точной работы с изображением, в частности покраски. Причем как при работе только на iPad, так и в качестве второго дисплея, например для Mac, используя функцию Sidecar. Эти фичи стали возможны благодаря чипу M1. В новой операционке чип M1 в iPad сможет отдавать 16 гигабайт своп памяти для приложений, а еще на iPad заработает функция Stage Manager, которая разрабатывалась для Mac. Это новый уровень многозадачности на планшетах. Вы можете изменять размеры окон и тонко настраивать рабочее пространство. Наконец-то организовали нормальную работу iPad с внешними дисплеями. Используется вся рабочая область внешнего монитора и задействуются курсоры на общем рабочем столе. Можно создавать группы из трех или даже четырех приложений. Одновременно на двух экранах может отображаться 9 приложений. Позволит перетаскивать файлы между приложениями, расположенными на разных экранах. Беты для разработчиков уже доступны для скачивания, публичные беты доступны будут в июле, финальный релиз осенью. Что вам понравилось на презентации больше всего пишите в комментариях. Мы в свою очередь сделаем полуформатные обзоры всех представленных операционных систем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Отдельная благодарность тем, кто прожал лайк, поделился видео и нажал кнопку спасибо. А на этом все. С вами был Вадим Ищенко с YouTube канала Протек. Всем пока.